Друзья, всем привет! Нас зовут Аня и Таня. И мы ваши проводники в мир экстрима. В каждом выпуске нашей передачи мы расскажем вам о самых необычных и интересных видах спорта, которыми можно заняться у нас в Чувашии. Кайсерфинг, винсерфинг, сноукайтинг, сноубординг, чирлидинг. Можно перечислять бесконечно. Покажем, где и как проходят тренировки. Узнаем, где можно взять в аренду на прокат экипировку. Попробуем все на себе. Познакомимся с гуру своего дела. Поделимся с вами полезными лайфхаками и расскажем про все секреты. Друзья, поближе к экрану мы начинаем! Танюш, представь, ты на лыжах. Над тобой воздушный змей, и тебя ветром тащит скорость, и ты почти летишь. Это называется сноукайтинг. Слушай, по-моему, это достаточно экстремальный вид спорта. Ветер, скорость, адреналин. Слушай, уже дух захватывает. Давай уже, начнем. Хочу. Я тоже хочу. Ну, надо определяться, кто теория, а кто практика. Ну, в этом нам помогут два вот таких вот мячика. На одном написана практика, на втором написана теория. Нормально. Я, да, я подготовилась, я их сейчас все перемешаю, и мы с тобой определимся. Ага, сейчас, сейчас. Надо кого-нибудь независимого. Согласна? Ну, давай. Набираем. Перемешай, пожалуйста. Так. Ага. Подожди, а что ты? Мое. Мое, давай, так разворачивай. Практика. Ну, знаешь, Ань, зато я как бы буду в тепле, и у меня будет все в порядке, я на тебя посмотрю. А я полетаю. А я на тобой посмеюсь, вот. Вот и договорились. Сноукайтинг произошел от известного во всем мире экстремального вида спорта – кайтсерфинга. Кайт – это огромный воздушный змей, который выглядит как парашют. Он предназначен для передвижения человека по поверхности воды или по снегу. Этот вид спорта появился в 70-е годы 20-го века. Именно тогда немецкий парапланирист Дитер Стразила впервые спустился со склонов Альп с кайтом на лыжах. Сноукайтинг быстро завоевал популярность. Спортсмены катаются на лыжах или на сноуборде. По этому виду экстремального спорта проходят даже международные соревнования. Кубок мира, чемпионат мира, сотни кайтов. Будто разноцветные птицы парят над заснеженной гладью. В России спортивный календарь не менее насыщен. Этапы Кубка России и Кубка Волги чемпионат России проходит с ноября по март. Один из этапов Кубка Волги организаторы проводят в Чувашии. Гонка называется Камаево поле по месту, где проходят соревнования. До соревнований мне пока еще далеко. Но попробовать поуправлять кайтом, встать, прокатиться надо. Не зря аж мне практика досталась. И помогут мне в этом клуб кайтсерфинга. Правильно? Здравствуйте. Поможете? Амуницию подберете? Что там надо? Согласен. Учить меня будет Вячеслав Умов. Слава руководит Федерацией кайтсерфинга и виндсерфинга Чувашия. Сноукайтингом занимается уже 10 лет. Так что он опытный спортсмен и тренер. Сегодня у меня первый водный урок. Так, костюм у меня уже есть. Теперь нужно надеть защиту. Балаклаву, шлем, очки. Сегодня мы возьмем небольшой кайт, полтора квадратных метра. Это для того, чтобы ты приобрела первые навыки пилотирования кайтом. А как же сноуборд или лыжи? Я что, не буду сегодня кататься? Оказывается, на первой тренировке этого не нужно. Главное – научиться управлять кайтом. Ну ладно, это я быстро освою. Для занятий сноукайтингом необходима специальная экипировка. Костюм, ботинки, шлем. Сейчас я вам расскажу, где в Чебоксарах можно все это найти. Есть два варианта. Купить экипировку или взять на прокат. Первый – дороже. И подходит, если вы решили надолго связать себя с этим видом спорта. Добрый день. Здравствуйте. Мне нужно купить экипировку для сноукайтинга. Что у вас можно приобрести? Хорошо. Можно начать защиту, и там уже дальше разберемся. Давайте, шлем обязательно, да, нужно? Шлем обязательно, конечно, нужно. Вот это разнообразие шлемов. Глаза разбегаются. И как выбрать правильно? Ответ – знать окружность головы. Давайте померим отбем головы. Сразу будем, исходя из этого, учитывать. 56 сантиметров. Ух ты! То есть, в принципе, вот этот шлем, он вам подходит. Но это еще не все. Чтобы было тепло, нужно подобрать балаклаву. Вот эта розовая – как раз по мне. И цвет девичий. Теперь идем к горным лыжам. Надо же на чем-то кататься. Лыжи обычно подбирают в рост, чтобы было вам устойчиво на них стоять. Вот, соответственно, и кататься. Вот. Например, вот эти вот лыжи, они твинтипные, симметричные. То есть, когда крепление ставится, у них расстояние от носа до хвоста одинаково расположено. То есть, можно кататься как и задом, так и передней стойкой. Другой ориентир – цена. Здесь лучше выбирать что-то среднее. Скользать лучше, служить дольше и для новичка – в самый раз. А вот сноуборд должен быть наоборот. Короче, вашего роста на 15-20 сантиметров. Форма доски – банан. Так, передняя и задняя части не уходят под снег и скользить легче. Сноукайтинг – экстремальный вид спорта. Без защиты не обойтись. Самый минимум – специальные шорты. Ну и, наконец, осталось выбрать форму. Куртка, штаны или комбинезон. Кому что нравится. Какой из меня сноукайтер? Чуть не забыла про самое главное. Нужно выбрать кайт. Купить кайты в Чебоксарах, к сожалению, нельзя. Но на помощь приходит интернет и множество магазинов. Сейчас вам покажу парочку из них. Кайты для начинающих. Ну вот они как раз. Второй способ – взять экипировку на прокат. Этот вариант проще и дешевле. В Чебоксарах работает несколько пунктов проката. Отправимся в один из них. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела у вас взять в прокат оборудование для сноукайтинга. Вот что у вас есть и вообще что мне понадобится. Здесь я могу получить сноуборд, горные лыжи и ботинки. Начнем с первого. Ну вот, примерно по подбородок, где-то плюс-минус 2 сантиметра. Это длина, которая комфортна для поворота непосредственно сноубордом. С доской определились, теперь идем дальше. А это что за доска такая? Нет, друзья, это не сноуборд, как можно подумать, а кайтборд. Основное ее отличие в том, что она не имеет такого радиуса, в отличие от обычных сноубордов. И она прямая, она позволяет сливаться по ветру и двигаться под кайтом прямо. Теперь выберем лыжи. Инструкторы советуют начинать именно с них. Стоять на двух досках легче, чем на одной. Здесь можно взять и сам кайт. Самый маленький для новичков. Он необходим, чтобы освоить навыки пилотирования. После можно переходить на кайты побольше. Они бывают двух видов. Надувные, надувасты или парафойлы. Это надувасты, да, 18 квадратных метров поменьше. У нас, когда вы накачали до определенного уровня давления, в кайты попадает воздух в баллоны. И, соответственно, он держит форму крыла. Есть другие кайты, которые называются парафойлы. В них они набирают, получается, форму крыла за счет того, что в специальные кармашки технические, в него просто попадает воздух. И при его отсутствии он просто складывается на снег. И, в принципе, никаких баллонов у него там нет. Если у вас спросят, что такое надувасты и парафойлы, вы теперь знаете два новых непонятных слова. А еще разных размеров. Большие, если ветер слабый, маленькие, если сильный. Во, целая квартира. Мне кажется, тут может поселиться семья из десяти человек. Примерю. Ой, господи, мама. И, представляете, вот здесь, наверное, килограммов, даже не знаю, ну, десять, мне кажется, если честно, есть. Ух, кое-как дошла. Тренироваться я буду на заснеженной Волге. Вот красота какая. Такой простор. И очень сильный ветер. Погодка для первого занятия, мягко говоря, не очень. Первым делом нужно разложить кайт. Найти пустое пространство и определить направление ветра. Для этого ты можешь посмотреть, покрутиться и посмотреть, в какое ухо тебе сильнее задувает. Если задувает, например, влево, то ты поворачиваешься и достигаешь такой позиции, когда шум в ушах одинаковый. Тогда будет правильное определение направления ветра. Так, вроде шумит одинаково. Теперь начинаем раскладку. Чтобы кайт не улетел, кромку нужно присыпать снегом. Затем распутать стропы. Я вам так скажу, задачка для терпеливых. Для того, чтобы кайт поднять, нужно натянуть стропы, сделать шаг назад, подтянуть стропы, для того, чтобы он приподнялся и воздух наполнил окна. Для этого я делаю резкое движение рукой на себя, и он поднимается. Так, это я поняла. Теперь я буду учиться делать базовые упражнения. Первое называется восьмерка. Он такой сильный достаточно, он тянет меня. Но ты должна попеременно ту одну руку подтягивать к себе, сгибать. С этим я справилась. Дальше упражнение кайт-луп. Вращение кайта вокруг своей оси на 360 градусов. Первая тренировка у меня прошла успешно. Я научилась поднимать кайт, делать восьмерки, кайт-лупы. Я не упала. И я, ну, правда, еще пока не летала, не ездила. Но я в ожидании следующего урока. Здесь на Волге занимаются сноукайтингом не только дилетанты такие, как наша Аня, но и вполне себе опытные спортсмены. Например, вот Юра. Юра, здравствуй. Здравствуйте. Юра, скажи, пожалуйста, сколько ты уже занимаешься сноукайтингом? Ну, занимаюсь, в общем-то, пять лет. Три года занимался только сноукайтингом, но позапрошлым году ребята поставили на воду. То есть уже охватывая практически круглый сезон. А почему ты выбрал вообще именно сноукайтингом? Ведь это, ну, достаточно такой, очень, ну, не особо, скажем так, популярный вид спорта, ну, по крайней мере, у нас. Ну, у нас, в общем-то, зря. Зря? Он достаточно популярный уже становится, то есть он такой модный, мне хочется, в общем-то, в своей 55 быть модным. И, скажем так, это мобильный вид спорта, то есть все вмещается в багажнике автомобиля, внутри автомобиля. То есть увидел хорошее поле, дует, развернул и поехал. Вот, ну, тоже целых пять лет занимаешься сноукайтингом, ну, наверняка были какие-то там веселые, смешные случаи, там, не знаю, уносил его куда-то в лес, ну, что-то такое вообще веселенькое. Ну, конечно, когда учишься, действительно, неуверенно держишь кайт. В общем-то, да, в кустах был, на дерево сажал, снимали. Что дает сноукайтинг, чем он классный, чем он хороший, почему людям стоит там подняться со своих диванов, выйти из дома и пойти вот на замерзшую Волгу катать? Ну, в общем-то, это ощущение, не рассказать, какие ощущения, когда ты преодолеваешь себя, катаешься, в общем-то, управляешь ветром, так скажем, и потом думаешь, день даром не прошел. Ну, а спектр эмоций вот какой вот вызывает вот это вот? Интересно, а как там дела у Ани? Может, ее куда-нибудь унесло? Никуда меня не унесло. Я как раз готовлюсь к следующей тренировке. Буду уже пробовать кататься на горных лыжах. Надеваю трапецию. Это пояс с крюком. Через него тяга с кайта передается на доску или лыжи. Все, готово. Ну что, девчонки и мальчишки, погнали? Кайта, завидуй мне! Пока у меня получается, ну, не очень хорошо. Кайк часто падает. Страховку дёргай. Оставьте меня. Не снимайте. Да, на сегодня я налеталась. Слав, я сейчас тебе задам вопросы не совсем стандартные, не совсем обычные, а ты постарайся на них достаточно быстро ответить. Вот, пройдем такой вот небольшой блиц. Готов? Так, первый вопрос. Руки не затекают? Нет, конечно, когда ты держишь такую птицу, об этом можно не думать. Ага. А что сильнее, руки или все-таки ноги? Что мощнее развито? Понимаешь, кайта такая штука, она все развивает. От мизинца правой ноги до мизинца левой руки. И мозг. Что делаешь летом, когда нет снега? Летом у нас вода. На воде также можно кататься на кайте, как и зимой. Сколько должен весить снова кайтер, чтобы не взлететь в воздух? Любой кайтер взлетит. Дело в ветре. Чем сильнее ветер, тем выше прыжок. Нет, а если он улетит, как олимпийский вишка? До свидания. И так улетают. Улетают? Конечно. Что, кстати, делать, если, например, стропы у кайта запутались? Ну, нужно чуточку терпения и умения какого-то, чтобы распутать. И все. И дальше ты поднимаешься и едешь. Это куда смотреть важнее? Вперед? Под ноги? Наверх? Ну, опытный кайтер всегда смотрит вперед, туда, куда он едет. Все белое, белое небо, белый снег, даже белая собака. Белый цвет еще не раздражает? Для этого есть маски. Мир другой. В каком цвете? Сейчас? Сейчас в розовом. Сколько нужно денег, чтобы заниматься с новой кайтингом? Ну, честно, по секрету. Сколько надо, чтобы было? Не нужны. Нужно желание. А как? Ну, у меня вот есть желание, но нет оборудования. Ну, минимум такой, какой необходимый. Ну, к нам приезжают кататься, берут в прокат. Прокат нам стоит недорого. Главное научиться. Вот и наступил. Финальный день наших приключений. Цель сегодня сдать экзамен и пройти посвящение в кайтеры. Боюсь, дрожу. Будем рульминаться? Этот день я тоже никак не могла пропустить и пришла поболеть за Аню, посмотреть, как она пройдет испытания. Действительно, очень сложно. Держу за нее кулачки. Надеюсь, у нее все все-таки получится. И ветер будет удачный. Кстати, вон они уже идут. Аня, я смотрю, очень тяжело. Но, как говорится, просто так снова кайтером не станешь. Чтобы пройти посвящение, мне нужно правильно разложить кайт. Поднять его в воздух, проехать прямо и с разворотом. Проблемы у меня начались сразу же. Ой-ой, засада. Спустя несколько минут, пару потраченных нервов и не без помощи славы я смогла распутать стропы. С первого раза мне удалось поднять кайт в небо. Это уже успех. Так, а теперь держать, держать, чтобы не упал. Попытка номер два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У-у-у, лече! Только не улети, только не улети. Оставайся здесь, ты мне еще нужна. И там еще следующие выпуски как-то же надо снимать. Ажадай, не смогу. Ура, у меня все получилось. Я все смогла. Я снова кайтер. Мы должны пройти ритуал посвящения в катере. Как? Еще не все? Ты готова к посвящению? Раз. Раз, два, три. Ну не больно. Вот такие удары по шлему должны быть только сейчас. И сегодня, и сейчас. Мы помажем свое лицо кетчупом. Ты издеваешься? Это будет на воду и крови. Ах, это же шутка была! Нет. Это шутка! А-а-а! Это не шутка! Давай, я чем-то вну! Самое страшное – упасть в снег лицом. Прямо вот в эту кучку. Добрый, мне казалось. А-а-а! 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 Я желаю, чтобы в твоей катерской жизни было много острых ощущений, много полетов, много интересного и красивого катания. Но чтобы никогда-никогда ты не попадала в экстремальные ситуации. Чтобы ты никогда не ударялась, не билась, и все кости твои были целы. И ты была всегда здорова. Короче, кайф-драйв, рада жизни! Да. Спасибо, Слава Батькова! Ань, давай рассказывай, как тебе вообще впечатления о сноукайтинге? Что понравилось, что было тяжело и вообще круто это? Это очень круто, это просто ощущение полета, адреналина. Очень много полезных и интересных мест я тоже узнала, пообщалась с ребятами, пообщалась с кайтерами. И, знаешь, заметила, что не важно, сколько тебе лет, тебе может быть там 15, 20, 40, 50, 60, там даже 70. Мне кажется, для сноукайтинга возраст не важен абсолютно. Главное – желание. У нас еще впереди очень много неопробованных видов спорта, поэтому, Аня, думаю, мы с тобой все обязательно попробуем. Очень сомневаюсь. Да, решим, кто будет теоретиком, кто будет практиком. Да, поэтому я на тебя посмотрела в этот раз. Я прям... Захотела? Очень захотела попробовать. Я, конечно, страх как боюсь, не бы какому-нибудь, если попадется вид спорта попроще, вот, я прям буду очень заах. И на этой позитивной ноте, друзья, мы с вами прощаемся. С вами были Аня и Таня. Помните, что жизнь в движении, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok